Всем привет! На месте Black's Infinity. Сегодня будем смотреть очередную серию сериала Supergirl. Погнали! О! Как там её зовут? Я уже забыл. Live Wire. Её же выпустили, она вроде стала нормальной. А, они собирают команду? Собирают команду. Отряд... Говна. Получается, что-то так. Ну ладно. Это было смешно. А это кто? А, это какая-то дура. А... А, это пизда из начала сезона, нет? Это она? Которая хуйню какую-то творила. Не важно. Не важно. То чувство, когда за два сезона не успели создать ни злодеев-телок, ни героев-телок, поэтому пришлось набирать отряд говна. Ну ладно. Простительно. Ты получил текст? От кого? Магги. О, я съедусь. Спасибо. Ну нахуй. Ну в пизду. Ха-ха-ха. Ну нахуй. Нет. Нет. Ну. Ну. Нет. Нет. Бля. Я не понимаю. Хотя ладно, я все понимаю. Я все понимаю. Вот эта хуйня появилась, да? И типа, никто не увидел ее, да? По спутникам, по радарам, никто мимо не проезжал. Ну типа, всем похуй, что там внезапно в пустыне появились какие-то нахуй скалы. Ну это, не понимаю, почему всем похуй в этом мире, потому что это всегда. Но все равно как-то так. На самом деле, Рейни стоит отдать должное. Она пока кажется лучшим злодеем в Супергерл. Вот на самом деле. Потому что не было у Супергерл достойного главного злодея. Не было. Просто не было. Все отсосы какие-то были пизда. Что за призраки? 13 призраков на корабле, бля. 13 призраков на космической тюрьме. Кайф. Бля, какое же говно. Эх, сейчас быть агентом ФБР и угрожать маленьким девочкам, пиздато. Пиздато, класс. Классно. Очень круто. Сейчас убьет ее. Чекайте, чекайте. Чекай, 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 чекай. Ну и дебилизм, бля. Ну просто предиктабл. Круто. Ну это называется Deus Ex машина. Хотя нет, наверное, больше. Я и в кустах. Ах, хз. Хз. Ну вы поняли. Глаза заболели. Опять его кханали на экране, сори. О, ха-ха-ха. Вот это вот интересно уже. 11 серия. Нахуй она произнесла это имя. Бля, ну это... Блянь. Нет. Наебка. Я думал, они ее уже в 11 серии раскроют. О, хз. Но нет. Это только лишь первый. Я говорил, дочкой слили. Дочкой слили. Ну все, как я и говорил. Оу. О, ха-ха-ха. Нет. Нет. О, хз. О, хз. Лайфлайер убьют. Все, гг. Лезли. Не жалко? У вас помощничков женских не осталось. Или вы уже новых придумали? Скоро ведете. Не знаю, хз. О, хз. Лезли время, Сэм. Просто... Не знаю, я не знаю, где я был. Алекс, я думаю, что что-то не так со мной. Не состыковочка! Не состыковочка! Ладно. Не важно. Ну вот, понятно. Еще одна. Нашлась. Бедная. Разрушительница миров. Ура. Все. Рандомный челик. Как ее победят, интересно. А, ее, наверное, Рейна убьет. Короче. Ван Гуя Рейна станет доброй в конце сезона. Убьет двух других. И сама выпилится. Все. Предиктабл. Слишком. Вот эти вообще не нужны будут. Они будут как пешки. В общем, ребят, я чекнул новую серию Супер Георл. Вот так вот. Ну, я не знаю. Но эта серия хуже предыдущей. Вот давайте по факту, что здесь произошло. Они отправились в космос, чтобы найти жрицу. Жрицам рассказала, что есть другие разрушители миров. Для зрителей эта информация абсолютно не нужна. Чтобы сделать эту информацию актуальной не только для персонажей, но и для зрителей, чтобы подать данный момент, она должна была рассказать то, чего мы еще даже не знали. При этом попутно рассказываю информацию главным героям о том, что они уже знают. Про то, что она сказала, чистота и мор, то есть существует еще две других разрушительницы миров на Земле, это не актуальная информация. Потому что мы и так знали, что существуют другие, но не знали, сколько их. Поэтому в этом нет сути. Это ничего не меняет. Мы знали, что они есть. Нам показали новую из них. Она абсолютно ноунеймовый персонаж, который для нас, зрителей, ничего не значит. Поэтому нам не интересна ее судьба. Интересно лишь то, что она есть. Но об этом мы знали еще в предыдущей серии, потому что нам об этом рассказали. Ничего нового. Умерла Лайвайер. Да? Лесли. Но персонаж появлялся пару раз. К нему, в принципе, это был как злодей. И какой-то толики драмы отсюда нельзя было вынестись. То есть за одну серию создать драму со злодеем, с уродливым персонажем, с моральным уродом, с преступником, невозможно. Она была преступником, до этого она никогда не была доброй. Ну, то есть она была доброй в старой жизни, а после того, как ее молнию ебнуло, она свихнулась и всегда была злой. И, знаешь, в этой серии она говорит, что ей пришлось вести обычную жизнь, потому что Рейна вылезла. А так бы она была моральным уродом и преступником. Такому персонажу сопереживать невозможно. Возможно, сопереживать Девструку, который был злодеем из-за различных обстоятельств, полностью изменился. Которому мы действительно имеем какие-то эмоции, чувства. Но, к сожалению, Warner Bros. долбоеба и выпилили сюжетную линию из шестого сезона с Девструком. Молодцы, это была единственная годная сюжетная линия в блядском в этом сезоне. И вы ее выпилили. Суки, подонки. Вот так я могу отозваться о них. Есть еще различные персонажи, которые были злодеями, но которые стали героями. И мы можем переживать. Но LifeWire, ее смерть абсолютно картонная, претензиозная, ненужная. Я не переживал никак ей. Просто выпилили злодея. Она не была никаким героем. Она пошла туда, чтобы защищить свой зад. В этом нет ничего геройского. В этом нет ничего, чему бы мы могли сопереживать. Вот и все. Какие-то ходы в серии, но были слишком банальные, слишком типичные. Вообще серия, как бы, опять же, последние 4 минуты в ней нужны. Которые что-то показывают. Что-то показывает с Рейной. То, что вот Саманта, она, типа, поехала башкой. И вот она сказала, что она башкой поехала. И что будут делать с этой информацией? Дальше, ребята, Алекс и другие непонятно. Возвращают ветку с Мэгги. Это абсос. Это полный абсос. Плюс. Что еще было плюс? Ну, плюс там с Алекс, как бы, дурацкая неинтересная линия была. Могли бы Алекс в космос запихнуть. Я не знаю, почему этого не сделали. Это реально непонятно. Почему Алекс-то в космос не запихнули? Она была бы гораздо полезнее многих из всех этих придурковатых. Придурковатых. Могли бы, блядь, взять с собой Криптон. На всякий случай Криптонит. Но нет. Нет. Алекс, своя веточка. С Мэгги. С детьми. Запугиваем детей. Все вот в таком духе. Серия. Унылая. Неинтересная. Недвигающая сюжет. В последние несколько минут подвинула. Не особо бесила. Показали космос какой-то. Космическая тюрьма. Все окей. Все классно. Вот как-то так. Пять из десяти. Пять из десяти ставлю. Все. На этом с вами был Black's Infinity. Рассказывал про Supergirl вкратце. Пятерка из десяти, короче. Такое себе. На грани с говном. Ну и можно назвать, что говно, конечно. Ну ладно. Все. С вами был Black's. Все ночью пока. Береги себя. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И оставляйте свои комментарии. Пакет.